Виктор Римонтович, как вы спустя 30 лет оцениваете события 1993 года? Мое мнение не изменилось. Я считал тогда, в октябре 1993 года, что это антиконституционный государственный переворот, устроенный Ельцином. Я продолжаю это считать и сейчас. Единственное, что я очень напечален тем, что те, кто убили сотни мирных граждан, и стреливая их в том числе из танков, никто из них не был привлечен к ответственности. Вот вы были в едином протестном движении, наряду с Константиновым, Ампиловым, Оксючицем, Уражцевым и Малеровым. Тогда это были наиболее яркие лидеры уличного протеста. В сентябре, в той или иной мере, разумеется. На ваш взгляд, активная позиция и работа на улицах Москвы, она могла бы тогда достичь большей массовости, и гораздо больше бы людей пришло защищать Верховный Совет? Я думаю, да. Но это связано с рядом факторов. Ну, во-первых, это то, что руководство Верховного Совета и депутаты, и сторонники Верховного Совета практически были лишены допуска к средствам массовой информации. Чтобы как-то прорвать информационную блокаду, радиолюбители, находившиеся в Белом доме, собрали буквально там из гаечек, из болтиков и деталей передатчик и пытались с помощью этого передатчика на средних волнах выходить в эфир, чтобы хоть как-то прорвать эту информационную блокаду. Виктор Римонтович, а события 23 сентября, имеется в виду у штаба ОВС СНГ, это что было? То есть это личная инициатива Терехова или какая-то просто провокация неудачная? К сожалению, это была серьезная ошибка Виктора Анпилова и Станислава Терехова. Ну, я в курсе этих дел, я разговаривал и с Анпиловым, и с Тереховым после этого печального события. А смысл такой, что Анпилов подошел к Терехову и предложил, что поскольку пассивная позиция руководства Верховного Совета, который не предпринимает активных наступательных действий, ну, она, мол, ошибочно ее надо ломать. И предложил, что поскольку союз офицеров Терехова получил оружие автомата Калашникова, и у него было оружие, он говорит, давай, ты даешь оружие, ну и некоторых своих людей, а я дам дружинников трудовой России. Кто-то предложил, а давайте поедем на Ленинградский проспект, там штаб вооруженных сил СНГ, ну, там выходной день, никого там нет, ну, значит, мы легко возьмем этот штаб, ну, и это будет важный толчок, детонатор к активной наступательной политике. Ну, и договорились, что Терехов с дружинниками и членами союза офицеров едет на Ленинградский проспект, а Анпилов возвращается обратно в Белый дом, ну, и там на митинге объявят о штурме штаба СНГ. А я в это время был там, на этой площади у Белого дома, и вдруг слышу на другом конце площади, там рев толпы, восторженные возгласы, ура, ура, ура. Я, что такое, что случилось? А только что Анпилов заявил, что дружинники трудовой России и члены союза офицеров захватили штаб СНГ. А на самом деле еще они только искали в этот момент, Терехов только искал, где же этот штаб находится и как туда подъехать. И, с другой стороны, власти, командование группировки, которое штаб Верховного Совета блокировало, ну, они слышат объявление Анпилова, что захвачен штаб СНГ. Соответственно, начинается там лихорадочный действие, где, что, когда, кто захватил, когда. Ну, и срочно команда отправится к штабу СНГ, сводному отряду ОМОНа. А Терехов еще только где-то подъезжал к этому. А Анпилов уже заявил о захвате штаба. Ну, и практически одновременно к штабу СНГ подъехали, ну, тружинники и члены союза офицеров. И только ворвались в проходную, где сидели два солдата, которых разоружили, да, отобрали у них штык-ножи и выстрелили пару раз в потолок. И в Терехове подъезжают ОМОНовцы. Ну, и началась перестрелка. А поскольку превосходство было на страде ОМОНовцев, в разные стороны начали разбегаться. В ходе их преследования убили одну женщину, которая подошла к окну посмотреть, что там происходит, что за стрельба. Ну, а Терехов побежал в сторону главного разведывательного управления штаба. И там спрятался между колючей проволокой, в траве пустой. Ну, и там пролежал до рассвета, а на рассвете его караул в главном разведывательном управлении проверял охраняемую территорию, обходил. Ну, его обнаружили и передали его в следственные органы. Виктор Имонтович, на вас лично велась такая, можно сказать, политическая охота, наружное наблюдение после объявления этого указа Ельцина номер 1400. То есть, ощущали давление какое-то? Да, конечно. Да, конечно. Ну, я проходил по оперативным сводкам МВД, как один из главных организаторов массовых акций протеста на улицах Москвы. То есть, я в Белом доме, ну, только приходил ночевать туда. Там ковровые дорожки в коридорах. Вот я там облюбовал один коридор, где эту ковровую дорожку сложил. Ну, ее как типа, чтобы хоть чуть помягче было, чтобы не лежать на полу. И я спал на этом. Но спал мало, потому что я и день, и ночь ходил по прилегающей территории. Ночью я обходил. Ну, и палатки там, где ночевали защитники. И ходил по отцеплению внутренних войск. И разговаривал с солдатами, офицерами. За мной велась охота. Ну, а поскольку я проводил в том числе и санкционированные митинги, и перекрытие улиц московских. И, кстати, могу сказать, что меня поразило, что перекрывается улица. Причем, как правило, вечером час пик. Машины, поток останавливается. Но чтобы кто-то из водителей, которые едут с работы домой, и сказали бы, что вся эта политика нафиг не нужна. Ни одного возгласа или протеста. Уходите отсюда, дайте нам проехать домой. Не было. Ну, и вот я проводил митинг у метро 1905 года, 27 сентября вечером. Ну, а это было очень просто. Мегафон. Стою у памяти, типа, там, на этот институт этого года. Начинаю говорить. Народ начинает собираться. А я начинаю постепеньку отступать назад и выхожу на проезжую часть. И так постепенно, постепенно. И народ выходит на проезжую часть, и мы перекрываем движение. Мы, соответственно, контролировали, знали, что ОМОН зверствует. Были, условно говоря, патрульные, которые на окружающих улицах стояли, должны были предупредить, что ОМОН движется. И вот ОМОН подошел оттуда, вот со стороны Белорусского вокзала и ожиданно выскочил. Но обычно все-таки они выстраиваются в цепь, бьют дубинки в щиты. А тут сразу начали месить толпу. Ну, я закричал, чтобы все отходили в метро, укрывались в метро. А сам побежал навстречу цепи ОМОНа. Ну, добежал до цепи, только там краем глаза увидел, что что-то мелькнуло. Мне по голове дубинкой оглушили. Как говорится, ввели наркоз. Но я потерял сознание, упал. Ну, и меня уже добивали они, ОМОНовцы. Это был северо-осетинский ОМОН. Они меня уже руками, ногами, дубинками добивали на земле. Но я очнулся через минуту, через пять. Лежу посреди этой площади, в луже крови. Очень много крови из головы. Голову разбили, натекло. Уже площадь пустая. Она оцеплена ОМОНовцами. Народ стоит за цепью ОМОНа. Потом ко мне подбегают люди, несколько человек. Подняли. Так, потащили меня, взяли, остановили. Ну, стояла машина, москвич. Меня запихали, даже не спрашивая водителя, в эту машину. А я весь в крови. Говорят, вези вот туда, вот вниз, в Москва-реке. Там Краснопресненский райсовет. А там был запасной верховный совет. Там были депутаты, которые не сумели прорваться через оцепление верховного совета. Ну, меня тогда затащили. Вызвали скорую помощь. Скорая помощь меня отвезла в Склифосовского. Ну, там сделали рентгены все, обследование. Мне перебили руку. Дубинки, может быть, ногой ее поломали. Разбили голову. Сотрясение мозга. Ну, и гематомы, синяки по всему телу. Ну, когда они меня ногами... Ну, я, к счастью, поскольку был под наркозом, условно говоря, ничего этого не очищал. Только потом это все болело. Если бы у вас была возможность отмотать все эти события на 30 лет назад, вы бы как-то лично свою стратегию действия или стратегию действия в общем ваших соратниках, вы бы ее как-нибудь поменяли, либо оставили все как прежде, с учетом известного опыта? Я начал бы, учитывая эти ошибки, попытаться убедить руководство Верховного Совета и Рудского в том, что надо действовать решительно. Что если уж началась конфронтация, то надо действовать, ну, как говорится, а-ля герком а-ля гер. Ну, я против, конечно, гражданской войны, но я убежден, что никакой гражданской войны не было. Если бы руководство Верховного Совета и силовые министры, назначенные Верховным Советом, вот после создания указа, они действительно начали бы использовать, ну, подчиненные, официально, юридически закрепленными полномочиями, то многое могло быть иначе. Как вы сами спустя вот этот 30-летний период оцениваете те события, какие у них были предпосылки, и, если можно, вспомните ваши личные ощущения в тот момент? Значит, учитывая то, что прошло 30 лет с момента вот этих трагических событий, ну, каждый раз мысленно возвращаюсь к ним, ну, и думаю, что это неправильно, когда президент расстреливает свой парламент. То есть это как бы коротко, по-солдатски. Вот поэтому, ну, я думаю, что нужно было обходиться без этого и, наверное, решать все мирным путем. Ну, личные ощущения, мы были в строю, и никто из нас не хотел идти и там решать какие-то вопросы с теми, значит, людьми, которые были блокированы, которые заблокировались в Белом доме. Вот, несколько раз мы отказывались, то есть у меня с каждым годом впечатление зреет все больше и больше, что не нужно нам было идти на этот, ну, не то, что штурм, ну, наверное, на штурм, наверное, на освобождение этого здания. То есть, ну, так вот получилось то, что нам пришлось все-таки это сделать. Вот после этого Ельцинского указа, номер 1400, 21 сентября, многие спецподразделения в структурах МВД были привлечены к выполнению тех или иных задач. Вот в вашем элитном подразделении какие ставились задачи, если, разумеется, можно об этом говорить сейчас с течением времени? Ну, задач, как таковых, очень четких поставлено не было. Нам просто сказали, что как только вы появитесь и где-то в районе Белого дома, посверкаете своими касками, значит, все те, кто находятся в Белом доме, они как бы сдадутся. Этого не произошло, была непонятная ситуация, и подполковник Игорь Валентинович Финогенов задал вопрос одному из руководителей. А у вас вообще штаб-то по этой локализации, по этой ситуации существует какой-нибудь? Ну, в ответ молчание. Он говорит, тогда я вас прошу разрешить сесть на БТР, проехать вокруг Белого дома и провести рекогностировку, для того, чтобы понять, где свои, где чужие. Потому что недалеко от метро Краснопресненская, в парке, который примыкает, ну, практически примыкает к Белому дому, стоял БТР, и который строчил в разные стороны. То есть, ну, непонятно, кто это, что это. Ну, потом провели рекогностировку, сблизились с этим БТРом, не попав под пули, и выяснили, что он все-таки за власть, которая была на тот момент, и которая существует сейчас. То есть, ну, вот, а как стрелять или не стрелять? Он просто не понимал этот, я имею в виду, командир, ну, и дал команду стрелять в разные стороны. Вот, затем, проехав по периметру здания, ну, было выяснено, что вокруг нет приверженцев тех людей, которые забрикодировались в Белом доме, то есть, как бы, поддерживающих нет. Было очень много зевак, которые стояли, ну, так, поводали от дома, ну, и, видимо, подвергались расстрелу тех снайперов, которые сидели по домам вокруг. Вот это тоже, конечно, непонятно. И в тот момент, когда наш, один из сотрудников, вот в этой передовой группе вышел, ну, вступил с БТР на землю, спасая солдатика, который был ранен и не мог никак эвакуироваться, и никто его не мог оттуда вынести. Вот он получил ранение. То есть, пуля снайпера ударила сначала в брусчатку, потом, как бы, под бронежилет снизу, ну, и вошла там в живот. Ну, я имею в виду Гену Сергеева, значит, светлая ему память. Вот, ну, и он, как бы, погиб на месте. Юрий Николаевич Торшин, руководитель одного из подразделений, был с ним. Также он сейчас погиб, светлая ему память. Вот. Ну, эвакуировал его в БТР, они приехали, вернулись. Ну, вот почему-то после этого у нас получился какой-то надлом, наверное, в подразделении. И мой командир, Гречишников Анатолий Иванович, сказал, ребят, если вы скажете, что пойдем, ну, значит, мы пойдем. Я буду первым. Если скажете, что не пойдем, значит, мы никуда не сдвинемся. То есть, вот здесь вот непонятные какие-то ситуации были. То есть, вот, знаете, вот, нельзя солдатам давать возможность рассуждать. То есть, мы полностью верим той власти, которой служим, которой давали присягу. Значит, если есть команда, значит, нужно ее выполнять. Ну, получилось так, что мы пошли. Анатолий Иванович Гречишников был впереди с лейтенантом Унишковым. Я был во второй тройке. Ну, и вот сначала мы шли долго вдоль забора. Затем сконцентрировались вот за памятником, который стоит. Если смотреть, значит, на Белый дом с правой стороны. Потом спустились под мост, где шахтеры стучали касками. Ну, а потом начался заход, проникновение в Белый дом. До этих основных событий сам Геннадий Николаевич Зайцев с вами как-то отдельно обсуждал готовность вашей специализированной работы в таких сложных политических условиях. Ну, в смысле, моральной готовности. Ну, как бы со всеми вместе нет, но с командирами, с начальниками, скорее всего, да. Я был просто замначальника отделения, вот, и у меня командир был Гречишников Анатолий Иванович. Поэтому, как бы, все указания я получал, как бы, от Анатолия Ивановича и передавался своим сотрудникам. У нас там было, у него в отделении порядка, там, не знаю, 30, там, или 40 человек. Сейчас я вот уже не помню, 30 лет прошло. То есть, вот, так, как бы, передавали не лично от Геннадия Николаевича, а вот через руководство. Ну, а потом, когда весь строй стоял, ну, да, он нам что-то говорил, вот, задачи нам ставил. Вот, но на выдвижение, на выдвижение, он до последнего момента старался избежать вот этих вот, значит, нашего выдвижения и участия в политических всевозможных интригах. Ну, а потом нам все-таки пришлось пойти, мы вошли тихо, мирно, ну, и, как бы, не стреляв ни направо, ни налево. Есть некоторые источники, которые утверждают, но это плюс-минус на уровне слухов, что за несколько дней, опять-таки, до основных событий, планировался даже спецзахват руководства Белого дома. Это правда ли? Можете это как-то подтвердить или опровергнуть? Вы знаете, накануне 2 октября мы были эвакуированы, значит, из своей конспиративной квартиры в московский Кремлевский дворец съездов в КДС. Там разместились в большом зале. Я заснул на сцене с левой стороны. И мой командир, когда получил команду собраться на постановку задачи, ну, меня как бы не разбудил, пожалел, потому что, говорит, я посмотрел на тебя, ты спишь более-менее так сладко, поэтому кто знает, сколько тебе, когда тебе еще придется поспать. Ну и пошли они к Ельцину на доклад командиры, ну, в смысле, начальники отделения, и в том числе и Геннадий Николаевич Зайцев. И там получили приказ. То есть, я лично этого приказа не слышал, но планировалось так, чтобы туда войти и как бы там захватить всех спокойно и без шума, и, так сказать, и без пыли. А уже 3 октября 93-го года как ваш отряд попал в Кремль и почему ждали вместе с вымпелом в залах Государственного Кремлевского дворца? И если не секрет, о чем тогда между собой разговаривали с вымпелом? Может быть, какие-то были диалоги? Ну, было, в принципе, полное непонимание, что от нас хотят и что от нас требуют. Значит, для нас было, конечно, это шоком. Если бы нам прикажут стрелять там в тех людей, которые находятся в Белом доме, то есть это, конечно, производило на нас непонятное и ошарашенное такое впечатление. Почему? Потому что, еще раз, с чего я начал, как может президент отдавать приказ расстреливать свой парламент. Вот, 2-го числа мы вечером нас, как я уже сказал, мы приехали в КДС и разместили, а потом уже оттуда вышли пешком. И, нет, скорее всего, не пешком, на автобусах, на пазиках нас довезли до метро Красно-Пресненской, и мы располагались как раз вот недалеко от метро, там, значит, на близстоящей улице, вот сидели в автобусах. Мы то выходили из автобусов, строились, то заходили опять. Ну, и вот та речь, о которой я говорил в отношении Гречишникова, Анатолий Иванович, то, что если вы примете решение пойти, значит, мы пойдем. Если откажетесь, значит, мы из автобуса никуда не выйдем. То есть, таким образом, мы оказались из из Кремлевских стен, оказались около метро Красно-Пресненской, который находится рядом вот с Белым домом, буквально там метров 250, наверное. С вашей точки зрения, как вы считаете, почему после встречи с Ельциным начальнику главного управления охраны Михаилу Бурсукову пришлось заставить или, может быть, уговорить отряд выдвинуться в район Белого дома? Ну, вы знаете, Михаил Иванович, я знаю очень хорошо, мы часто встречаемся, вот, но я понимаю, что он настоящий офицер, и он должен был выполнить приказ, который был от президента страны. Скорее всего, так. То есть, это только вопрос присяги? Да, я думаю, что да. Как себя Геннадий Николаевич Зайцев ввел в эти минуты? Тоже некоторые считают, что он был немного растерян и деморализован даже в какой-то степени. Вы как думаете? Ну, дело все в том, что с Геннадьим Николаевичем я служил, как бы, с первых дней своего попадания, ну, в смысле, когда меня зачислили в группу А, вот, ну, вы знаете, растерянности я у него никогда не видел. Если он где-то как-то задумывался, может быть, кто-то выдал растерянность за то, что он где-то обдумывал какие-то моменты в нашей операции, но я понимаю, что он до последнего, ну, то есть, я четко убежден, то, что до последнего старался сделать таким образом, чтобы нас на штурм или на освобождение Белого дома не посылали. Ну, а когда уже был приказ, он был с нами. Когда ваша группа работала на подступах уже к Белому дому, вы были удивлены количеством людей в зоне штурма? То есть, вы ожидали, что будет вот именно такое количество? Ну, если честно говоря, то, конечно, нет. Почему? Потому что, когда мы туда вошли и сказали, предложили, значит, покинуть Белый дом тем, кто находился там, начали выходить женщины, дети, старики, и даже было один или два класса, то есть, детей, там, ну, примерно восьмой-девятый класс во главе там с учителем, с учителем там, по-моему, мужчина был, там еще женщины были, ну, наверное, учителя. То есть, я, конечно, был очень удивлен тому, что скопление людей там было очень большое. И в том числе и дети. Есть знаменитые кадры, их в интернете тоже можно найти, когда сложившие оружие на парадной лестнице группы спецподразделения машут руками, чтобы остановить обстрел по фасаду Белого дома. Какие эмоции у вас тогда были на тот момент? Ну, были эмоции такого плана, что надо же, мы здесь, никакой согласованности, наверное, нет. Почему? Потому что, ну, тут же надо было сразу передать всем огневым точкам, которые вели огонь по Белому дому, чтобы они прекратили это делать. Но, к сожалению, ну, непонимание, честно говоря, непонимание. То есть, я так понял, что контролирую руководящего звена вот в этой операции, ну, может быть, не хватило там каких-то сил или еще чего-то, вот, было очень непонятно. В этой операции с самого начала и практически до окончания было неполное понимание, скажем так. Все эти события сейчас можно было бы отмотать назад, и вы бы вот уже на 30 лет моложе вернулись в эти события, вы бы повели себя бы точно так же, либо совсем иным образом? Вот если мы пофантазируем так. Ну, я думаю, что точно так же. Есть приказ, его нужно выполнять.